Работа по подготовке стартового котлована для новой станции метро на улице Галактионовской идут с опережением графика. Глубина котлована, где в дальнейшем предстоит смонтировать тоннели-проходческий комплекс, должна составить 21 метр. Сейчас рабочие не докопали только 50 сантиметров до основания. Это сделано для того, чтобы провести подготовку к бетонированию ложа. Сейчас не докапывают 50 сантиметров только для того, чтобы в такую сырую погоду не замачивать основание. Когда у нас будет полная готовность арматурных каркасов, все выйдут, за один день начнут откапывать, сразу бетонировать. Все эти логические процессы взаимовязаны между собой, поэтому исключена возможность простоев. Кроме того, рабочие сейчас монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована, удержат сваи, ограждающие конструкции в неподвижном состоянии. Сейчас в стадии крепления последний третий пояс. Этот вид работ близится к завершающей стадии. В ближайшее время профильные службы рассчитывают получить положительное заключение относительно проектной документации, чтобы, основываясь на ней, организовать закупочные процедуры. Определят подрядчика на поставку тоннеля проходческого комплекса и производство работ. Напомним, что станционный комплекс будет залегать на переменной глубине, если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской около 16. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроя на дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Вместе с тем в исторической части города продолжают заниматься выносом водоводов. Ситуацию по выносу коммуникаций сроком исполнения работы обсудили с представителями регионального заказчика и подрядчиком на еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Определили также предварительные даты, когда смогут частично открыть движение транспорта в районе улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где располагается еще одна локация строительства метро. «Открываем мы Новосадовую одну полосу с 5-го, но это предварительно пока декабря. Со стороны Первомайской одна полоса по Новосадовой будет открыта в сторону с правым поворотом на полевую. Вот это остальные пока будут работать. Вот у нас сегодня пересогласовывали график либо 15-го, либо 20-е число. По открытию полевой две полосы наверх со стороны Галактионовской и одна правый поворот со стороны Самарской наверх на полевую». Все происходящее на объектах строительства метрополитена находится на непрерывном многоуровневом контроле. Он ведется не только региональным заказчиком и мэрией. За строительными работами на местах наблюдают и представители общественности, в том числе сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский. По словам общественника, нареканий со стороны ОНФ нет. Удалось наладить контакт с жителями домов, которые попадают в зону метростроя. «Мне хочется отметить, что в первую очередь мы отслеживаем обращения граждан. Это касается, конечно, в первую очередь нарушения комфорта их проживания. Да, мы понимаем, что сегодня здесь есть определенные неудобства. Это связано с шумными работами, которые, хочу отметить, проводятся именно в светлое время суток. Но сегодня у нас диалог по линии именно Народного фронта состоялся, и граждане с пониманием относятся к происходящему». После завершения строительства первой ветки метро и ввода в эксплуатацию станции театральная, интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Жители смогут гораздо быстрее добираться в исторический центр и обратно, пользуясь подземным общественным транспортом. Помимо этих преимуществ, в зонах метростроя город и его жители получат обновленные инженерные коммуникации. Появятся дополнительные возможности для усовершенствования транспортной инфраструктуры в целом. Это станет одним из новых стимулов повышения инвестиционной привлекательности Самары. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров.